Что еще нужно показать? Это должно быть раскрытие у самого пучка. То есть, если мы делаем пучок, мы делаем раскрытие небольшое. Вот такое раскрытие считается идеальным. Это эталонные пучки, очень красивая ножка. Если будете делать все такие пучки одинаковые, у вас будет красивое наращивание. Когда макаем реснички в клей, макаем только кончик наших ресниц, клей имеет свойство подниматься вверх. Берем наши натуральные ресницы и когда мы фиксируем, мы поставили пучок, удержали 2 секунды, затем отпустили и у вас пучок не меняет положение. Он не схлопывается и не разъезжается. Далее, еще раз хочу вам показать. Берем прядь ресниц, снимаем рядышком, фиксируем, раскрываем пучком. И вот это уже недопустимое раскрытие. Это лохматый пучок, который разлетелся в стороны. Раскрытие, которое должно у нас быть. Сняли прядь ресниц с ленты, поставили рядышком и как бы немного отодвинули одну ресничку от другой. То есть не надо так, чтобы они сильно разлетались друг от друга. У вас должны пучки быть. Обратите внимание, этот пучок полностью разлегся. И этот пучок, раз, два, три, четыре, пять. Каждая ресница лежит за ресничкой. Это считаются очень правильные пучки. Итак, этот пучок у нас будет лохматый. Слишком короткая ножка. Некрасивая ресничная линия. То есть вот такие пучки с таким раскрытием недопустимы. Итак, еще раз давайте будем смотреть и смотреть, как правильно фиксировать пучок. Снимаем пучок. Фиксируем на ленту. Раскрываем нашим пинцетиком до допустимого раскрытия. Это уже абсолютно нормально. Захватываем. Снимаем как вверх и на себя. Макаем только нашу сформированную ножку в капельку клея. Этого достаточно клея. Совсем немного должно быть. И макайте как бы капельку, как в середину. Не нужно вот так протягивать. Потому что вы удаляете самую клейкий и цепкий слой. Макаем как в серединку и достаем немного в сторону. Если вы будете резко делать и доставать как бы вверх, у вас будет очень много набираться клея. Поэтому макаем в серединку и достаем немного как в сторону. Затем при фиксации мы установили пучок. Слегка немного удерживаем, затем отпускаем. Еще раз показываю, как не нужно теперь ставить на наши ресницы. Берем пучок, формируем из него вилочку. Перехватываем нашим пинцетом. Макаем в клей. И когда фиксируем на ресницу, есть положение немного на бок. Это тоже в принципе допустимо. То есть у вас тогда все наращивание будет с наклоном в одну сторону. Нельзя фиксировать правый глаз на левую сторону ресницы. И также вы всегда должны понимать, что при фиксации с любой из сторон на натуральную ресницу пучка, вы получаете неправильную нагрузку. Запомните, что самая правильная фиксация искусственной ресницы на натуральную, это положение сверху. Давайте я вам продемонстрирую на искусственной реснице. Вот у нас есть ресничка, мы снимаем наш пучок, макаем его в клей и устанавливаем на нашу ресницу как бы поверху. Дотронулись, секунду удержали и отпустили. Давайте еще раз попробуем, потому что она немножко не слушается, когда ставим именно на ресницу. Вот у нас есть, сделаем так сейчас. Снимаем прядь ресниц, формируем пучок и одну ресничку поставим для того, чтобы приклеить на нее. Снимаем наш пучок с ленты, макаем, только ножку, немножечко только ножку макаем в клей, вот так, чтобы клей обволакивал ее и с одной, и с другой стороны. Нельзя цеплять вот так с этой стороны, можно немного фиксировать со стороны на правый бок, если это поработка правого глаза. И необходимо самое правильное положение это разместить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...